Блин! Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев и мы начинаем наш урок. В этом уроке сделаем внешний вид более симпатичный. Идём в админку нашего сайта, авторизуйтесь. Идём в наш шаблон Music Play и сразу с первой настройки нам показано вот такое поле Logo. Logo – это логотип. Из дополнительных материалов можете пока потонироваться. Я вам вложил там картинки логотипа свои. Но уже когда будете делать свой сайт, соответственно, логотип подготовите свой. Нажимаем на кнопку Upload напротив Logo Image. Открывается вот такое окно. Написано «Перетащите файл сюда или выберите файл». То есть вы можете мышкой прямо захватить картинку и перетащить вот просто в это окно. И она начнёт загружаться на сервер. Давайте выберите файл. В папке с уроком дополнительные материалы. Папка «Картинки к урокам». И вот наш логотип. Загружаем его на сервер. Логотип загрузился. Прокручиваем вниз. И кликаем внизу вот на эту кнопку. Всё. Наш логотип встал. Следующую кнопку кликаем «Home page». На очередь у нас «Teezers». Давайте перейдём на главную и обновимся. Вот наш логотип встал. «Teezers» — это вот эти блоки. Можно по этой галочке отключить тизеры вообще, нажать кнопку «Сохранить». Или же вы можете их отредактировать, выделив здесь всё, удалив и написать свои данные. Либо отредактировать то, что вы имеете. Вот, например, заголовок. Видите? Он находится вот здесь. Аккуратненько его выделяем. Не трогаем код. Кавычки. Вот такие вот всякие всевозможные символы. Это HTML-код. Его мы не задеваем. Удаляем только английские слова. Например, пишем. Давайте нажмём «Сохранить». И посмотрим. Сейчас мы редактируем вот этот блок тизеров. Вот, как вы видите, у меня заменилась клубная музыка. Также аналогично меняйте заголовки вот у этих блоков. Давайте теперь изменим вот этот текст. Можете вот так вот выделить. Удалить вот до сюда. И написать свой текст. То есть вот этот код мы не трогаем. Эта закрывающая часть, как бы закрывает она вот этот блок. Следующий блок открывается вот таким вот кодом. Также title. Это заголовок. Он написан здесь. Попробуйте отредактировать без меня. Здесь вот давайте вставим какой-нибудь текст. И нажмём «Сохранить». Обновляем страницу. И видите, да? Привет, мир! Соответственно, здесь можете сделать свой текст. Или отключить тизеры совсем, если они не нужны. Вот тизеры исчезли. В следующие настройки идём «Stalling». Вот здесь вот давайте выставим «Dark». Шаблон у нас приобретёт тёмные тона. Давайте обновим и посмотрим. Вот такой вот он появился тёмненький. Давайте загрузим наш задний фон. По кнопке «Upload». Также выбираем файл из дополнительных материалов. Или же используйте какой-то свой. Ждём загрузку. Картинка загрузилась. И не забываем нажать вот на эту кнопку. Наша картинка встала. Нажимаем «Save». Идём на главную. Обновляем страницу. Вот так вот у нас получилось. И нам осталось заменить слайд. Вот это вот большое изображение. Поставить две свои картинки. И они автоматически будут перелистываться. То есть здесь можно разместить небольшую галерею. Идём в админку. Спускаемся чуть ниже. И нажимаем «Sliders». Также установив вот здесь галочку, можно отключить слайды вообще. Давайте для слайда создадим категорию. Слева находим вот такой слайдер. Кликаем по нему. У нас не создан пока ни один, ни одного слайда. Нажимаем «Slider.Categories». Создадим для него категорию. Здесь вписываем название категории. Я пишу, к примеру, вы можете написать своё название. И внизу нажимаем вот на эту кнопку. Наша категория добавлена. Теперь давайте создадим сами слайды. Кликаем «All Sliders». И нажимаем вот «Add Nav Slide». Добавить новый слайд. Ведите заголовок. Пишем какой-нибудь заголовок. Если хотите, здесь можете написать описание. Видим блок «Миниатюр записи». Кликаем по ней. Нажимаем «Загрузить файлы». И выбираем с дополнительных материалов вот эти две картинки. Без имени 1, без имени 2. Нажимаем «Открыть». Ждём, когда они загрузятся. Кликаем по картинке, чтобы вот здесь была синяя такая галочка. Отмечаем её одну. Прокручиваем ниже. И нажимаем на кнопку вот здесь в углу «Задать миниатюру». Кликаем внизу «Слайд категория». Выбираем нашу категорию. Ставим галочку. И нажимаем «Опубликовать». Создаём ещё одну. Кликаем «Add Nav Slide». Также придумываем какое-нибудь название. Также ставим галочку напротив «Фотки». И задаём миниатюру. Уже из библиотеки. Мы с вами загрузили две. Выбираем нашу вторую. И кликаем «Задать миниатюру». И также нажимаем «Опубликовать». Кликаем по слайдам. Видим две наши миниатюры. Возвращаемся в шаблон. Возвращаемся в «Слайдерс». И вот здесь по стрелке выбираем второй пункт. Выставляем категорию «Фотки». И нажимаем на кнопку «Save». Идём на главную. Обновляем страницу. И у нас встала вот такая вот галерея. Картинки автоматически меняются. При наведении видим вот такие стрелки по бокам. По клику по ним они перелистываются. Соответственно, здесь сможете создать неограниченное количество вот таких вот слайд-изображений. На этом урок окончен. Увидимся в следующем.